Девушки отдыхают Смотри, отец Это подойдет для перекрытия? Как ты думаешь? Да, подойдет Сразу тащи все это наверх Эй-эй-эй Пошевеливайтесь, не спать Поторопись, Сим Нам нужна твоя помощь Пошли Я просто глазам своим не верю Как быстро вы строите? Да, надо спешить Но я вот только не понимаю Зачем тебе такой большой дом? Разве вам было тесно в старом? То, что мы строим, это вовсе не дом Тогда мне непонятно, что же ты такое строишь И зачем? Мы строим корабль Корабль? Корабль? Он рехнулся Но ведь здесь, кроме луж После дождя, нет никакой воды Да, пока нет Но Вскоре Начнется потоп И вода зальет все И откуда придет этот потоп? Может быть, сверху А может, снизу Но только он будет Но когда? Этого я не знаю Но он точно будет? Будет А откуда ты знаешь? Господь говорил со мной Я слышал его голос Скоро я истреблю людей с лица земли Так он мне сказал Я пожалел, что создал их Земля полна их злодеяниями Земля покроется водой И не спасется ни человек, ни животное Но ты Сделай себе корабль с комнатками Просмоли его как следует Короче говоря, сделай Ковчег А почему ты? Почему он выбрал тебя? Я не знаю Но я должен построить его Но ведь раньше ты никогда Этим не занимался Нет И даже не видел его Нет Так как же ты построишь ковчег? Ну, Бог подсказывает Как все надо сделать Значит, когда начнется потоп Вы войдете в него Ты, твоя жена Трое твоих сыновей И, конечно же, их жены И все животные тоже Я хочу, чтобы жизнь сохранилась Сказал Господь Давай начистоту, Ной Неужели все это тебе сказал Бог? Зачем мне обманывать тебя? Я тебе не верю, Ной Ты не шутишь? Это истинная правда Ну, и ты сошел с ума Он действительно так сказал? Ты ничего не перепонял? Он сказал истинную правду И сам в этом верю Он сошел с ума, говорю вам Это просто наоборот Он просто помешался на этой идее Что начнется наводнение И все погибнет Смех дай Хоть над бедой не смеются Но ты прав Неужели наводнение придет Наша дерева? Он так сказал А, ну так порадуемся этому Наконец-то у нас будет воды в волю Это хорошо Тебе придется научиться плавать Да он просто выльет вино Из одной из своих бочек И будет плавать в нем Да вы представить себе не можете Как он боится воды Он даже мыться боится Ты тоже, как я вижу Моешься только изнутри И к тому же Только неразбавленным вином Хорошо сказано Слушайте, а что делают Симхам и Иофет? Ну это же ясно Как божий день То, что милит им отец Подайте бедняку Его голодным детям Прекрати скулисть Я не выношу попрошаек Убирайся отсюда Без тебя тошно Жальтесь Надо мной Жальтесь У меня дети голодные Но если ты произвел детей То должен их и кормить Как же иначе? Тебе лучше отправиться к Ною И помочь им устроить ковчег Он хорошо платит Я не могу Мне на ногу бревно упало Раздробило ее Да ну, это все отговорки Я тебя сейчас вылечу Смотри-ка Почему вы такие жестокие? А сейчас я научу тебя бегать Ну давай Быстро Ты своим нытьем портишь нам настроение Я коллега Господь накажет вас Вы злые Это жестоко Что вы делаете? Не хорошо так говорить И не хорошо так поступать Ною всегда был рассудительным и умным человеком Я знаю его уже давно Кроме того, он славится своей благочестивостью Ты, наверное, не так его понял Ты что, думаешь, я дурак? Он именно так и сказал Это как-то не похоже на Ноя Сказал, я еще не сошел с ума И врать мне незачем Да не волнуйся ты так Старики всегда защищают друг друга И к тому же частенько путают сновидения С явью Как тебе не стыдно? А что тут стыдного? Раньше ни один молодой человек Не посмел бы так говорить Что за времена? Что за времена? Стыдно! Стыдно! Времена как времена Иди к Ною Слушай его, бредни Они смеялись надо мной Так стыдно Успокойся Какое нам дело до болтовни Этих глупых гусей Они смеялись над нами Да, мне это неприятно Но стоит ли так переживать? Когда я пришла Вашу семью Я была очень горда этим Ноя все уважали А теперь говорят, что он сумасшедший Вы должны помешать им устроить этот ковчег Отец знает, что делает Что с ней? Она плачет Сегодня у колодца женщины смеялись над ней Почему? Да все из-за ковчега, который мы строим Разве смешно то, что делается по воле Божьей? Может, поговорим об этом с моими братьями? Не возражаю Не волнуйся Пусть глупцы смеются Что случилось, отец? Жена Яфета плачет, потому что люди смеялись над ней Пусть смеются, если им больше нечего делать Я хотел бы знать, надолго ли это Ведь мы забросили все дела Яфет прав, отец Пора подрезать виноградную лозу А там женщины одни не справятся Да и журавль на колодце прогнил Того и гляди сломается Видишь ли, отец У нас очень много работы А мы заняты строительством ковчега Поэтому люди и смеются Какое нам до них дело? Вы поймете, что отец прав, когда начнется потоп А если он никогда не начнется? Он непременно начнется Тебе легко говорить, отец Голос говорил с тобой, а мы не слышали голоса Но вы слышали о нем от меня Если бы мы сами его слышали, все было бы иначе Я понимаю Все это нелегко для вас И вы не верите Мы верим тебе, отец Иначе мы не строили бы корабль Благодарю вас Эфет, что с тобой? Не знаю Не знаю Не могу спать Это из-за ковчега? Да Послушай Так дальше нельзя Люди в деревне смеются над нами, а они правы Поверь мне Не смей так говорить Поверь мне Продолжение следует... 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 Ты так давно не появлялся в деревне. Это верно, но у нас сейчас много работы. Я знаю, все об этом только и говорят. Вот я и захотел взглянуть, что это вы такое строите. Да, да, посмотри. Много лет назад, когда мы еще были молодыми, я бывал у моря и видел большие корабли. Я знаю. Но ты, видно, решил построить самый большой. Да. А где же ты поставишь мачту для паруса? Паруса не будет. Как это без паруса? А руль? Где же руль? И руля не будет. Ну, тогда ты не сможешь управлять кораблем. Я и не буду им управлять. Но это безумие. Ящик без мачты, без паруса и без руля. Им же нельзя будет управлять. Где это ты видел? Корабль, которым не управляют. Ты взрослый человек и должен понимать, что будет с вами, если вы отдадите себя на волю волн. Господь приведет нас туда, куда пожелает. Ной, до сих пор я считал тебя разумным человеком. Ты удачно женил своих сыновей. Ты хорошо вел хозяйство. Когда люди на рынке смеялись над тобой, я защищал тебя. Но теперь, мне кажется, ты просто потерял рассудок. Нет, Евал, я только поставил мой рассудок на службу Господу. Люди, пожалуй, правы. Ты погубишь себя и свою семью. Прощай, Ной. Я не хочу больше иметь с тобой дело. Я был бы рад, если бы мог хоть чем-нибудь тебе помочь. Ты видишь, Господь, я сделал так, как ты велел. Но почему ты хочешь спасти только меня, мою семью и животных? А как же остальные? Они не так дурны, как ты считаешь. Они просто не знают, что делают. Если бы ты позволил, я бы разобрал этот корабль, даже если люди стали бы еще больше смеяться надо мной. Ты не можешь изменить своего решения? Нет. Нет. Хорошо. Если на то твоя воля. Мы будем продолжать. Прости меня. Входите сюда. Идите. Идите. Сим, ты сюда. Хам и Афет туда. И вы тоже. Ну, входите же. Так. Идите туда. А, теперь тяните. Тяните. Сильнее. Сильнее. Тяните. Все, все, все. Так. Все, все, все. Все, все, все. Ну, осторожно. Осторожно. Еще, вот. Получилось. Слава Богу. Слава Богу. А сейчас мы снова опустим вниз этот настил. Одну минутку. Сейчас. Так, попробуем. Опускаем. Медленно, медленно. Осторожно. Осторожно. Хорошо. Вот так. Хорошо. Получилось. Хорошо. С канатом хорошо получилось. Это была хорошая идея. Все прекрасно закрывается, и животные сюда легко войдут. Что ж, благодаря вашему труду наше путешествие может скоро начаться. Я очень горжусь вами, особенно вашей верностью. Мы выполнили то, что заповедал нам Бог. Я благодарю моих сыновей за тяжелый труд. За то, что вы остались мне верны в это трудное время. Я благодарю мою жену и жен моих сыновей. Вы помогали нам с первого дня. Для всех нас это время было нелегким. Я надеялся, что люди поймут, что Бог не шутил, когда сказал нам, «Я всех истреблю за грехи ваши». Наша работа могла оказаться напрасной. Если бы только люди поняли, что они погрязли в грехах и должны измениться. Но никто этого так и не понял. А теперь... Теперь нам осталось только ждать. Что скажет Господь? Подождем. И пришел потоп, и все, что было на земле, погибло. Но с Ноем и его потомками Бог заключил новый договор. Я не хочу, чтобы жизнь на земле исчезла. Субтитры создавал DimaTorzok